Дежурные по вечеру Сергей Долженков и Ирина Шин Не спать! Правильнее говорит, спать, если хочется, потому что это вечер трудного дня, но тем не менее, мы уверены, что у вас такого желания не возникнет, потому что гости сегодня у нас просто замечательные, да и тема восхитительная. Нам, ботанам ли, не знать, что про IT-технологии можно говорить годами. Что мы, собственно, успешно и делаем второй год подряд. Однозначно. Я думаю, что, ребята, чем чаще мы будем об этом говорить, тем глубже мы будем туда погружаться, тем больше шансов сделать так, что наша страна перейдет от того, чтобы размышлять о туризме, будет создавать новые эти шедевры, которые будут мир покорять и, собственно, пополнять бюджет Кыргызстана. Но пока мы в начале пути, давайте вместе дискутировать на эту тему. 708-312-312, телефон прямого эфира. Прямо сейчас задавайте вопросы нашим уважаемым гостям. С большим удовольствием представим, кто же к нам сегодня заглянул. Это господин Шаукат Алихан, руководитель информационной службы Университета Центральной Азии. Добрый вечер. И Азат Рузбаев, который уже не в первый раз в нашей студии ассистент учебного отдела Университета Центральной Азии. Добро пожаловать. Рад вас видеть. Добрый вечер. Ну, для начала давайте, наверное, обрисуем круг вопросов, немножечко о вас, немножечко о вашей роли в университете и о ваших планах. Спасибо большое вашему телеканалу ТВ1QG от имени УЦА, университета Центральной Азии. Получается, его зовут Шаукат Алихан. Он является директором или руководителем информационной службы Университета Центральной Азии. Его задача – это выносить какие-то изменения, заниматься операционными вопросами именно в сфере информационной безопасности, информационных технологий во всех трех кампусах УЦА. В основном я из Хунза, Гилгит-Балтестан район в Пакистане. Это в районе муниверситета Центральной Азии. Я учился там, но потом я переехал в Денмак. Я учился в Суэзене и работал в Денмаке в УН-Университете Центральной Азии. Прежде чем я пришла сюда, я был главный head of IT инфраструктура для НОВНОДИСК, который является крупной компанией в Скандинавии и в мире в диабетезе Центральной Азии. Он сам, по идее, из Пакистана, из очень отдаленного городка, как это называется, Хунза, но со временем он оказался в Дании, где он получил свое образование, потом переехал, извиняюсь, в Швецию, где тоже получил свое дальнейшее образование, работал в различных организациях, включая глобальные структуры ООН. Одно из самых последних, перед тем, как он перешел в УЦА, он работал... В компании НОВНОДИСК, которая занимается именно одной из инновационных компаний в сфере лечения диабета. У вас такой впечатляющий бэкграунд, как вы попали в Кыргызстан, расскажите. Это довольно впечатляющий бэкграунд, как вы попали в Кыргызстан? Спасибо большое, и я думаю, что Университет Центр Асия – это уникальная университет. Это уникальная университет, потому что это единственная университет, как по моему информации, которая получила три страны, парлименты, в Тазикстане, Кыргызстане и Казахстане. Это было принадлежащим по трех президентам, и затем был репетированный парлименты, а затем был расписан на ДP, и затем было прочитано по главе главного университета Хазько Ага-Кхан. Это только университет, которое было бы раздражено из три страны, parfитировано, аллендеть им парлиментами, а потом был расписан на Университет. Ну, ВУЦА, мне надо хватит рассказать о ВУЦА – довольно уникальная университет. Наверное, самый один из первых, или единственный в регионе Центральной Азии, который был основан тремя странами, тремя президентами Тургызстана, Казахстана и Таджикистана. Этот университет также зарегистрирован в системе ООН, если очень коротко. Президент – это такие патроны университета, а его высочество принц Агахан, он является, если я провести на логике, скорее всего, ректором, таким главным, очень высокой фигурой университета. Это университет и в таком смысле, приbraю, что я занимаюсь во многих учебах. Почему я называю это во многих учебах во многих учебах, в последнее время мы используем во многих учебах, со interpreтаем во многих учебах, в Киргизистане и в Таджикистане. Мы создаем в Казахстане. В то же время мы являем во многих учебах, по факультетам, которые помогут поecke, различные университеты, знаменитые университеты из Америки, Европы, Австралии, из всего мира. И третья часть – наш карикулум, например, наш компьютер-сайцев карикулум, который был создан с Университетом Торонто. Таким образом, университет университет, 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 университет и университет. То, помимо того, что, как мы до этого говорили, был подписан указ с тремя президентами, наш университет является единственным в том плане, что, допустим, наш учебный план, в частности, компьютерных наук, он был составлен или создан в партнерстве с Университетом Торонто в Канаде. По-видимому, это вежливый отказ отвечать на вопрос, как вы оказались в Кыргызстане. Ну ладно, попробуем с другой стороны подойти. Расскажите, пожалуйста, ваше понимание IT-технологий современных. Это было 15-20 лет назад. И тогда, в развитом мире, они осознают, что это направление. Сейчас это основная стратегия в Кыргызстане. Например, в Кыргызстане, где Кыргызстан, где Кыргызстан, много финансов, и многие другие страны, они идут в этом направлении. Например, технологии, особенно, артифициальная интеллигенция, интернет-of-things, технологии, все эти блокчейны, крипто-курренции, все эти новости мы рассмотрим, мы не только слышим, мы практичим на сегодняшний день. И если мы не достигнем этих марок, то мы делаем много наших процессов, потому что мы просто потеряем возможности автоматизировать и эффективно оборудование. так что, я думаю, мы в другом мире и мы должны быть готовы, если мы не здесь, и если мы готовы, то мы должны знать о том, что мы делаем. И поэтому это очень важно, что мы должны иметь правильные ресурсы, которые могут поддерживать эти типы инститивы, и, в то же время технические эксперты, чтобы мы можем это впервые. И это университет Центр Азия придется в том, что у нас есть Департамент на Кампус, где мы фокусируем на качестве нашего курса и на качестве наших студентов. И, в то же время, мы очень фокусируем на рынках и на рынках. Я буду остановить. Извините. Наш век – это информационные технологии, и мы все стали очень близко взаимосвязаны. Например, с нашей семьей мы постоянно находимся на различных девайсах, либо ноутбук или смартфон. Мы постоянно находимся друг с другом рядом с другом в цифровом формате. И, если посмотреть на более развитые страны, то эти технологии уже были давно опробированы, опробованы и внедрены. То есть, 10, 15, 20 лет назад. В то время, как более страны, которые развиваются идут к этому, они начали понимать, что вот, век технологий – это именно то, к чему мы должны стремиться, к процессу автоматизации, к искусственному интеллекту. Потому что, в данный момент, это то, за чем стоит будущее. И наша роль, как людей, которые именно взаимосвязаны и взаимодействуют – это правильно направлять наши человеческие ресурсы, наших будущих студентов, людей, чтобы они были заинтересованы в этой сфере. То есть, такие вещи, как блокчейн, криптовалюта – это относительно недавний у нас инструмент, который не совсем получил широкого распространения в целом. И поэтому наш университет, он является уникальным, так как мы стараемся у наших студентов, в частности, заинтересовать вот этими вещами. Супер. Есть вопрос от наших зрителей, присоединяются к нашей беседе. 0708 312 312, напомним номер. Готовит ли УЦА специалистов в сфере кибербезопасности и насколько перспективно это направление в нашей стране? Давайте расскажем об этом. Учим, университет, 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 университет университет и университет и это реализован в нашей регионе, в Санкт-Петербурге? Я думаю, это очень хорошая вопрос. И я очень рад, что вчера, я в виду, я был в мае-вент, я был в мае-вент, где ВВЛДБК хостил, он был в мае-вент по-дигиталу резилинсс. Они начали эту программу по-дигиталу резилинссс. И, на то, что я на самом деле на технологии, за все эти технологии, и о том, что мы можем снижать, и мы можем больше и больше контактироваться. Недлоги, мы можем больше, познакомиться с тем, как мы более и более махливы. И, мы должны подумать о цибер-секири, как мы можем с этим дегититетом, и как мы можем помочь что мы защищены, наши даты защищены, наши институты защищены. Это очень важный вопрос, и это также технологический тренд в будущем. Например, один из... Очень хороший вопрос, спасибо вам большое за этот вопрос. Шаукат недавно был на мероприятии, буквально вчера, который открывал глава Всемирного банка, и эта конференция называлась цифровая устойчивость или цифровое противостояние. И в данном плане, как мы вернемся к нашему предыдущему вопросу, когда мы стали более взаимосвязаны, взаимозависимы, в данном аспекте, конечно, вопрос цифровой безопасности или цифровой устойчивости становится актуальным, потому что мы должны понимать, что безопасны наши данные, наши институты, наша инфраструктура цифровая, будь то дома, будь то на работе. И со временем те угрозы, которые у нас есть сейчас, они станут менее актуальными, но при этом нарастают угрозы из будущего, то есть вот к чему мы, возможно, не подготовлены. Поэтому тренд именно цифровой безопасности или кибербезопасности он только будет со временем повышаться, развиваться. Можно я тоже вопрос задам? Если позвольте, надо немножко синхронно, потому что через размышления. Вопрос начинается с того, что в нашем мире, в нашем городе люди говорят, да, диджитал важен, но при всем при этом не обладают, назовем это азбукой того, из чего потом начинает строиться блокчейн и так далее. То есть разрыв между людьми, которые сейчас у нас воспринимают диджитал с точки зрения, да, хорошо, и теми, кто этот диджитал создает, он просто великий, можно так назвать. Вот как с этим быть и какие существуют сегодня, может быть, программы или решения для обществ, которые не были у истоков, как следствие им приходится очень многие вещи догонять, познавать и пускать в себя. И при всем при этом умудряются сопротивляться этому на входе. Вот как быть с этим? Какие-то, может, рецепты существуют? Сама как считаешь? Я отвлеклась на вопрос зрителя, поэтому прости, пожалуйста, немного, да. Вот ты как с диджиталом живешь? С диджиталом мне отлично. Ты его пользователь или ты вот прям его, давайте так, флагман? Ты прям подняешься новые штуки? Я адепт, я обожаю информационные новые технологии. И для меня, например, стало вот последние годы два открытия, это мобильный кошелек, с помощью которого можно вот просто... Я выхожу со смартфона на улице и покупаю себе кофе, и мне не нужно иметь ни наличные деньги, ни карту. Вот достаточно сделать вот буквально два клика и я готова. Мне очень интересует, возможно ли, когда у нас появятся люди, которые будут говорить, давайте еще это создадим. И вот это создавать. Прошу. Я думаю, что важна, что вы говорите, что это такое, что сейчас это такое. Это же journey. Это, конечно, это большой гипер, это называется, как диджитал дисрептон. Дисрептон означает, что это неизвестно. Что-то происходит, что вы не ожидаете. И чтобы подготовиться для чего-то, что-то неизвестно, это не просто. И это очень легко. Поэтому, что я бы рекомендую здесь, что, да, есть большая гиперка. Что необходимо? Это journey. Вы можете идти один за один. Номер один – эдукать людей. Это происходит. Это как вы можете использовать базы. Градуально. Потому что... Очень актуальный вопрос. Потому что, совершенно верно, Сергей, есть большой разрыв. И этот разрыв, наверное, можно назвать таким цифровым хаосом, цифровой непонятностью. Потому что... Но чтобы достичь итогового продукта, это какое-то путешествие или продолжительная поездка, да. Чтобы нагнать, чтобы оказаться в точке B, да, в нашем оконечном пункте. Один из способов это сделать – это давать качественное образование. Да, образовывать людей, обучать их. Я думаю, что важная часть, как я уже говорил, это путешествие. Так что люди... Один из способов, который будет продолжаться – это дигитизация. Это будет происходить. Если вы хотите закрепить глаза, то нет возможности. Мы должны принимать принимать решение. Но важная часть – это как мы можем подготовить себя. для того, чтобы мы можем получить цену от этого дигитизации, от этого конлектива, от этого нового мира вокруг нас. И со временем только цифровизация будет усиляться, да, увеличиваться. И единственный способ подготовиться к этому – это дать образование, быть подготовленным в плане того, чтобы у нас были какие-то знания и навыки, да, обращаться с этой цифровизацией, понимать, что есть хорошо, что есть плохо, откуда ждать какие-либо угрозы. И это где-то, где институты, как я уже говорил, как у нас есть ресурсы – это ключевые ресурсы – это качественные ресурсы. Так что мы должны иметь пепельную ресурсы, которые могут выйти в рынок, выйти в регионы, в страны, которые могут ведать эти вещи, которые могут понимать, и потом это поднимать. И это где-то, опять-таки, я вернусь к университетам, и особенно к университетам Центральной Асии. Это одна из причин, почему мы открыли компьютер-сайенс как один из наших департаментов в Нарин-Кампусе. И то, что мы предлагаем. Например, сейчас студенты, они не только получают их учебные академики, но и у нас есть партнеры. Например, мы recently сделали партнеры с UiPAC, который является в мире главным лидером в роботическом процессе автоматизации, чтобы наши студенты смогли получить экспозицию, и они смогли попробовать новые технологии с ними. И в этом плане очень важно иметь, наверное, подготовленные человеческие ресурсы, людей, которые будут обращаться, которые умеют обращаться с этой цифровой технологией, у которых есть навыки и понимание, чего и как делать. И в данном понимании поэтому очень важно образовывать людей, как я уже говорил. И университет Центральной Айзии, именно поэтому мы открыли один из факультетов в Нарыне, который называется «Компьютерные науки», где мы даем не только теоретические знания. Но и вот буквально недавно мы заключили партнерство с организацией UNITAG. Это организация, которая занимается роботизацией и автоматизацией процессов. Соответственно, у наших студентов есть возможность получить какой-то практический навык и опыт. Мы предлагаем продолжить эту тему, потому что роботизация, мне кажется, это безумно интересно, конечно, куда мы движемся и не поработят ли этот мир роботы в ближайшем будущем. Роботы поработят. Хорошо. Если у вас есть свое мнение на этот счет, обязательно поделитесь. Ватсап, Телеграм, любые мессенджеры на Facebook, можно даже на YouTube, мы тоже все читаем. А прямо сейчас давайте посмотрим рекламу. Буквально на несколько минут прервемся, а после вернемся и продолжим. Дежурные по вечеру Сергей Долженков и Ирина Шин. Ну что, друзья, еще разок привет. 29 января на календаре. Мы в этот зимний вечерочек решили еще разок посвятить свое время разговору о том, что государство третий год подряд провозглашает. Это, собственно, цифровизация. Нам бы надо... Конечно, говорим уже последние несколько лет об этом. Ну и, собственно, радует, радует, что не стоим на месте, что движемся. Буквально в этом году запустился мощный портал электронных госуслуг и теперь можно даже с помощью мобильных приложений легко там проверить, например, авто на наличие штрафов. При покупке это очень удобно. Ну и многое-многое сделать просто онлайн. Не надо теперь уже куда-то идти, стоять в очереди, это все вот бумажная волокита. Все-таки развиваемся, жизнь становится мобильнее, удобнее, технологичнее. Это, конечно, не может не радовать. Но обо всем об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. И есть у нас вопросы от наших зрителей. Мы напомним, у нас сегодня Шаукат Алихан, руководитель информационной службы университета Центральной Азии, и Азат Русбаев, ассистент учебного отдела университета Центральной Азии. И есть вопросы от наших зрителей. Считает ли гость, есть ли будущее у биткоинов или банки, не дадут им развиваться? Такой вот вопрос. Такая тема, знаешь. Ты, кстати, не вложился в биткоины в свое время? Нет, не вложился, но, я думаю, еще будет возможность это сделать. Это были у меня вообще абсолютно противоположные точки зрения. Я думаю, это хороший вопрос, и есть много дискуссий о биткоинах. И очень важный момент это понимание и понимание как это все работает. Но использование в банки, много дискуссий нужно происходить. Нужно происходить много дискуссий которые могут принимать это как вибрация. так что я думаю, что это продолжается за несколько лет. Как это было предположено для развития, например, с высокой скоростью, это остановилось. Но, конечно, дискуссии есть, потенции есть. Такое происходит в этом районе. И это новое. Как я уже говорил, это дизруктивный мир, дизруктивный технологий. Так что вы никогда не знаете, что случится, если это будет не acceptable. Я не могу комментировать на этот момент, потому что много дискуссий в легальной сфере. В биткоинах такая тоже очень противоречивая тема, которую постоянно обсуждают, все еще находятся под обсуждениями в каких-то странах. Вопрос принятия или не принятия, наверное, биткоинов в качестве валюты или какой-то, не знаю, обменной системы пока еще под вопросом, потому что это вопрос или проблема того, что ее нужно обсудить с точки зрения именно легальных вещей или юридических вещей. Потому что какая-то страна, чтобы принять блокчейн, необходимо сначала наверное законы какие-то завести, чтобы регулировать или наоборот не регулировать, не вмешиваться. Поэтому сам шалкат не может сказать вам это хорошо или плохо, потому что не готов дать свою точку зрения на данный момент. Но дискуссии идут и что будет в будущем, как мы уже говорили, насколько эта технология хаоса внезапно появляется и потом то она идет на подъем в обсуждениях, то потом идет небольшой спад, потом снова появляется, то посмотрим, что нам даст в будущем эта технология. Ну раз уже заговорили о будущем, о каких трендах можно говорить в развитии информационных технологий, куда идем, чего ожидать? потому что тренды очень понятны, но перспективы слишком динамично развиваются. со мной 5-10 лет. Да, пожалуйста. Так, если мы говорим о будущем и технологии, то, что мы можем использовать в следующем 5-10 лет? Дигитальные перспективы? Мы не хотим использовать тренды, но в целом, что вы хотите это очень важный вопрос и очень хорошая. Например, вы просто говорили биткоин. Я вижу, что это продолжает. Блокчейн это технология которая больше и больше начинается. Например, MIT начали проект и они используют платформы для того, чтобы ученики для верификации и наступления для различных институтов. Такое много в блокчейн это для того, что для развития интеллигенции мы говорили интеллигенции и для развития интеллигенции для развития институтов. Технологии будущего раз мы заговорили об этом блокчейн или криптовалют это только одна из частей и что нас ждать в будущем в этой сфере пока не ясно но дискуссии идут. С другой стороны допустим пример есть университет MIT Massachusetts Information Technology University один из лидирующих университетов страны простите мира в сфере именно информационных технологий то они запустили систему авторизации или подтверждение дипломов своих через электронную систему в данном случае если мы сейчас говорим об искусственном интеллекте то в будущем через 5-10 лет мы будем говорить о продвинутом искусственном интеллекте который возможно будет превосходить наших людей возможно и нет и также мы слышали много аналитики сейчас аналитики и новое новое это 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 потому что все эти вещи, которые используются технологии, какие эти границы мы имеем. Это новая область. Сибер-секретарь является одной из области, которая также развивается. Это область, где вы можете видеть больше и больше инвестирований, даже на стране, даже на организацию, и на всех уровнях, и на всех уровнях. Люди будут больше и больше фокусированы и интересны, чтобы знать о этих вещах. И есть много хороших карьерных перспективов, если человек хочет получить карьеру в одном из этих. Потому что IT – это очень большая область. И если вы делаете очень хорошо, то есть огромный рынок. И сейчас, можно сказать, технологии аналитики, анализирование. Сейчас будет внедряться более высокая технология аналитики или продвинутая технология анализирования информации. В то же самое время, можно поговорить о том, что… И технология погружения, то есть включение в виртуальной реальности, когда ты становишься частью этой большой системы. И IT-сфера только развивается, она становится все больше и больше. И в будущем, если человек хочет построить свою карьеру, то стоит задуматься, чтобы посвятить себе именно этой карьере. Потому что она не стоит на месте. Вопросы таких, как кибербезопасности, которых мы затронули. Вопросы того, что позволено или что нет. Вопросы этики или этичности. Где стоит граница между тем, что плохо, что уже нельзя делать. И это можно рассматривать как внутри одного дома, внутри организации, внутри целого государства. То есть все эти вопросы только со временем становятся более актуальными и более, наверное, насыщенными. Слово пугающее лично в моем случае больше подходит. Ты знаешь, тема очень актуальная, потому как активизировались наши зрители, все-таки вступают в беседу, задают свои вопросы. Есть еще один от них. Может ли появиться новая всемирная соцсеть, сопоставимая с Фейсбуком, например? Такой вопрос у зрителей. По-моему, там тренд в децентрализации. Народ говорит, зачем все в одном? Давайте все по сферам интересов. Ну, LinkedIn, соответственно, как начало пути. Я думаю, что это все про диджитальные платформы. Фейсбук, например, один. LinkedIn, для профессионалов, они проводят все их коммуникации на LinkedIn, и миллион и миллион, которые работают. И просто добавляем, как они связаны с различными университетами, сейчас университетами препятствуют свои каракулы в Америке based на то, что типа будущего компетенции нужны. Они нужны для них. Например, Twitter есть еще один. И там есть много различных соцсетей, которые могут быть связаны. Соцсетей, соцсетей, будет больше и больше в будущем. Но я думаю, одна вещь, что очень важно понимать, это какая-то ценность в том, что где-то, мы в Кыргызстане. Если хороший человек, какой-то человек, который может создавать что-то здесь, он равен, как он сидит в Америке. Мы живем в веке цифровых платформ, где соцсетей. Фейсбук только один из них. Есть куча других. Допустим, для профессионалов или более взрослых людей это LinkedIn, через который очень многие работники или люди, которые ищут какие-то связи профессиональные именно, они общаются через LinkedIn. И в данный момент некоторые университеты в Северной Америке они даже начали подготовить свои программы на основе того, что какие будущие компетенции или навыки понадобятся студентам на основе профайлов их в LinkedIn. Что, наверное, очень замечательно и необычно для нашей страны в какой-то мере. С другой стороны, есть Twitter, тоже огромная социальная сеть. И что важно отметить, объект цифровизации или технологий, он позволяет любому пользователю или даже человеку создать что-то свое, допустим, здесь, в Кыргызстане. И не важно, кто это будет пользоваться им. В Северной Америке, в Европе, у всех будут одинаковые возможности получить доступ к этому продукту или к этой соцсети. И я думаю, что это очень важно увидеть, что в Кыргызстане, особенно в Кыргызстане, мы имеем очень хорошую сеть. Например, связи с интернетом здесь, это невероятная. Это сравнительная. Мы связаны. Мы имеем основные вещи здесь. Сейчас это вопрос о том, сколько мы хотим от этого связи. Поэтому это очень важно иметь правильные ресурсы, правильные эксперты для того, чтобы мы могли иметь программы которые могут связаться с миром. и мы знаем, как связаться с миром и соответствовать к нужным соцсети. и если взять Кыргызстан, то, наверное, Кыргызстан одна из самых изумительных стран в плане интернет-технологий. То есть, интернет-проникновения. Наши интернет-технологии или скорость можно сравнить с любой другой европейской страной. Вопрос лишь того, насколько мы хотим, наверное, получать что-то полезное от этого, от того, что мы все являемся пользователями интернета. И как мы можем это сделать? Насколько мы готовы стать большой, значимой частью всемирной какой-то паутины, если так уж оперировать этими терминами. В этом плане, конечно, нам нужны люди с навыками, с умениями пользоваться и привносить, интегрироваться в эту сеть и становиться частью и получать какую-то пользу. Здесь еще все-таки, наверное, вопрос осознанного такого потребления контента, потому что, например, огромный поток информации льется на нас просто ежедневно и нужно уметь фильтровать, наверное, ту же самую свою ленту в Фейсбуке или Твиттере, например, выбирать, что ты хочешь видеть в своей ленте, потому что... Это прям совсем в прикладной компонент мы свалились, фильтровать ленту это не совсем диджитал мир. Ну, естественно, но все равно развитие диджитализации... Добавил этого, типа, ты в цифровом мире ничего подобного. Развитие диджитализации приводит к тому, что у тебя действительно просто доступ ко всей информации абсолютно. Давай попробуем узнать. Я думаю, это тоже важная вопрос, как фильтровать данные, как мы можем видеть что для нас важно. И это то, как я уже говорил, это приводит в виду. Если мы не участвуем, если мы не знаем, как использовать некоторые инструменты, если мы не знаем какие-то результаты, а также это то, что мы участвуем с людьми. Это может быть очень полезным, но это также очень болезненно. Например, что мы делаем в фейсбуке, мы должны знать что весь мир будет доступен к тому, что если мы поставим что-то в мире Это тоже не менее значимый вопрос или не менее значимый аспект нашей жизни, потому что совершенно верно, да, то что мы пользуемся соцсетями, и как мы фильтруем информацию, это одно, но понимаем ли мы, насколько мы осудимы, то есть то, что мы выкладываем в соцсеть или, не знаю, в клауды, то есть в облачное хранилище, куда угодно, как только мы нажали кнопку поделиться или запостить, то к этой информации имеют доступ абсолютно все, да, и вот в данном моменте, чтобы уметь фильтровать или обезопасить себя как-то от каких-то ненужных вещей, наверное, или не вещей, которые могут быть, могут принести какой-то нам вред, в этом важна не только осведомленность, которая проходит через образование, да, через навыки, через умение как-то анализировать, прежде чем что-то сделать. Или через горький опыт, что тоже не было важно, да? Более дорогой путь, по-моему. Или через опыт, через умения, или через очень плохое испытание, когда вы поставите что-то на фейсбук и это не так хорошо? Да, я думаю, что это научиться от лучших практических вещей, что-то вокруг, номер один, научиться от разных странах мира, научиться от людей, которые знают эти технологии, и, конечно же, постоянно учиться от людей. Да, я думаю, что это очень важно, чтобы в нашей школе, например, в нашей школе, в нашей школе, в нашей школе, мы должны изучать детей о этой новой мире. Это очень важно, потому что это важно. Я имею 10-летнего и 12-летнего девчонка, и два девчонка, они очень хорошие для изучения различных вещей, Потому что школы, они дают им возможность, чтобы они могли обеспечить эти вещи, потому что они очень важны для наших детей. Поэтому я думаю, что очень важно, что они принимают эту новую жизнь, и готовят из детства для наших детей, что это придется, и быть открытым в наших дискуссиях, о том, что эти вещи, и о том, что это влияет на эти технологические вещи. Ну, это совершенно верно. Из своего опыта получать знания, или же, опять же, можно учиться у других, у людей, которые чуть более опытные в какой-то сфере, все это переварить, понять, и постепенно продолжать как-то самообучаться, получать какие-то свои ценные инсайты уже на своем опыте. У Шалката есть двое детей, одному 12, второму 10, и вот они, эти дети, уже маленькие гении, потому что они имеют пользоваться всем, всем, что угодно, допустим, в интернете, искать какие-то вопросы, да, и помогать даже ему в каких-то моментах. Но и при этом вопрос стоит в том, что готовы ли мы к этому, да, и мы должны принять эти вещи, должны принять век интернетизации, век технологий, что это в порядке вещей, но при этом обучать наших детей, понимать, что, как пользоваться, как делать, и быть готовыми к этим вещам. К чему еще нужно быть готовыми век вешеного просто развития и стремительного информационных технологий, об этом мы еще поговорим, но прямо сейчас предлагаем посмотреть интересный сюжет, а позже вернемся и продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok The conference Digital Transformation of Central Asia is a unique setting where 25 top speakers will share with us about how digital transformation is happening in the world. I think this is unique opportunity not only for Kyrgyzstan, but for the region, for the Central Asia region as a whole. Организаторами данного форума выступает Университет Центральной Азии, Государственный комитет информационной технологии и связи Кыргызской Республики, а также Парк высоких технологий Кыргызской Республики. Основная цель мероприятия заключается в обсуждении возможностей и вызовов внедрения и развития цифровых технологий в разной сфере деятельности, жизнедеятельности человека, системы государственного управления, разной сферы экономики и какие это дает перспективы, либо создает определенные вызовы в традиционных сферах жизнедеятельности человека. Мы решили открыть университет в Кампус на Университете Центральной Азии, который открыт в Сан-Азии, Государственный Президент Соран Байджи и Беков, Сан-Агар Кан, Чанцлором в Университете, в 2016. Where His Excellency the President mentioned that we are a nation that values science and education above everything else. This shows the commitment of the government of Kyrgyzstan that how important science technology is for the nation. And then the role of the University of Central Asia as an educational institution is to attract top brands based on the knowledge, best practices, support the government, support the civil society so that they can come together and then work for the better Kyrgyzstan and better Central Asia. So this conference and speakers of the conference will be an important platform for the government, for the private sector, for the academia to talk with each other and understand where the world is heading. Как нам известно, в прошлом году по личной инициативе президента Кыргызской Республики была разработана концепция цифровой трансформации «Сан-Арик-Тургыстан». Эта концепция охватывает 2019-2023 годы и ставит перед собой три стратегические цели. Это развитие цифровых навыков населения с точки зрения предоставления новых возможностей цифровых дивидендов. Это предоставление качественных услуг и сервисов. И третье – это обеспечение устойчивого экономического роста за счет развития цифровых технологий. В целом стоит задача создать комфортные условия для человека при получении определенных услуг и сервисов. Ребята, мы продолжаем наш вечерний эфир 29 января на календаре. Мы с вами продолжаем обсуждать любимую нами тему новых технологий диджитал мира, в которые мы врываемся на всем ходу, при этом моментами не успевая понять, в чем дело. Поэтому риски велики. Пытаемся разобраться. Логично, что к нам в гости пришли люди, которые в этом понимают много. Господин Шаукат Алихан, руководитель информационной службы Университета Центральной Азии. И Азат Разбаев, ассистент учебного отдела Университета Центральной Азии. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Позвольте такой вопрос. Мне кажется, провокационный отчасти, но тем не менее. Давай. Не считаете ли вы, что современный интернет и современный диджитал мир, по сути, это начало-конца всей политической карты мира? Зачем? Зачем государство? Зачем-то власть, когда можно все решать плоско, когда можно договариваться между собой на всех уровнях, при этом не испытывая напряжения? Зачем государство? Ну вот, век информационных технологий или просто интернет технологий, это, наверное, не сколько угроза, а сколько более новый мир. Что-то не совсем изведенное, что-то не вполне понятное нам сейчас. Поэтому Шалкат не сказал бы, что это конец или угроза нашим политическим системам. Скорее всего, важна возможность кооперироваться, сотрудничать и получать какие-то, грубо говоря, плюшки от этого нового мира, потому что это важно понимать, что закрываться от него бесполезно. Чем больше мы закрываемся от этой системы, тем меньше мы становимся, тем больше мы становимся оторваны от каких-то очень хороших вещей и даже полезных вещей. Поэтому нужно понимать, что вместе с хорошими вещами этот мир может нам принести какие-то уязвимости, какие-то вещи, от которых нам стоит опасаться и которым нам все-таки нужно быть готовыми. Давайте поговорим, наверное, о тех навыках, мы часто принимаем эту тему, которыми необходимо обладать сегодня современному человеку, для того, чтобы комфортно чувствовать себя в веке развития информационных технологий. Как ты считаешь, какой навык должен быть? Плохое зрение, на мой взгляд, еще подходит, потому что ты сидишь и смотришь. Я думаю, что это тоже очень интересная вопрос, что вы спросите. И то, что хорошая часть, то есть, чтобы комфортно с новыми людьми, вы не должны возвращаться в 1980-е и узнать все. Вы можете просто начать, что нужно сейчас. И как я даю вам пример, об этом роботическом процессе автоматизации, это сейчас происходит. И наши студенты в Университете, они сейчас имеют access, чтобы они сейчас участвуют, когда они могут выйти, они могут связаться с социей. Например, мы поговорим о тренде, о том, что мы говорим о данном рынке. Это новое, что происходит сейчас, когда мы говорим. Мы recently сделали партнерсия с Салонез, another German-интернациональный компания. Они ведутся в данном рынке и данном процессе, чтобы наши студенты смогут получить возможность узнать, что нужно в данном рынке. Они могут практичить, когда они участвуют, чтобы они выходят из universителей, они могут связаться с социей. Они могут связаться с рынком рынке и требования. Поэтому ответственность к этому вопросу, что вы можете начать прямо сейчас, с новыми технологиями. Вы просто нужны какие-то основные базы, и тогда вы можете работать с новыми силами. Вы не должны знать о том, что случилось в 1970-е, все эти силы. Вы можете просто идти с 2020, что происходит, и начать участвовать здесь. И тогда вы должны быть лидером, и тогда быть лидером в одной из этих местах. Какие-то особые супернавыки не нужны, как говорит Шаукат, чтобы понять и принять новый мир, интернет-технологии. Нам не нужно возвращаться в 70-е, 80-е, и потом с самых азов изучать, что происходило у истоков. То, что круто сейчас, это ты можешь начать в 2020 году, иметь какой-то небольшой бэкграунд в этой сфере, и просто подключаться, изучая параллельно какие-то вещи. К примеру, если мы говорили о роботизации и искусственном интеллекте, то это происходит уже сейчас. Даже на бытовых уровнях уже есть какие-то роботы, когда идет замещение человеческих ресурсов. В то же самое время сейчас очень актуальна, наверное, дата, называется дата журналистика, дата майнинг, получение какой-то информации и обработка этой информации. Поэтому наш университет в Центральной Азии, он заключил партнерство с крупных компаниями в Германии, которые именно занимаются направлением дата майнинга и дата процессинга, то есть обработки данных. Поэтому прелесть этого мира в том, что тебе не нужны супернавыки, можешь начать с базов сейчас. Можно у нас есть возможность самим задать? Очень интересует вопрос, что бы вы порекомендовали собственникам и управленцам крупных организаций? Потому что рядовой персонал – это не дети с гибким сознанием, которые готовы быстро поглощать информацию. Это взрослые люди с аналоговым сознанием, назовем это так. Им удобнее бумага, им удобнее пешочком сходить, что друг другу сказать, и они вообще не знают, что такое, например, WhatsApp-веб в частности. То есть такие вот маленькие нюансы, которые по сути рождают аналоговую экономику, ничего общего с цифровой не имеющей. Вот что делать этим управленцам, на что обращать внимание нужно? Вот был бы у нас сегодня пресс, Сережа, за лучший вопрос. Его, безусловно, вы, знаешь, вручили бы себе. Мне бы интересно по человеческой разобраться. Я уверен, что этим же вопросом большинство бизнесов нашей страны сегодня заметят. Да какой там страны в полмир об этом думает? Есть a WhatsApp-web version that you can use, and this creates a indiscrepancies in this politics. So what would you suggest to business owners? Это будет интереснее. I think this is a very interesting but tricky question about how to engage with the business owners. I think the important part is that in your question you identified the problem. You already identified the problem that there is a gap between the kids, the young generation, and then their parents. So I think the business owners and the technology, they need to relate the solution towards this problem. How they can attract the older generation so they can start learning about these things. How they can do it? For example, if they can give them a very, very simple tool where they can just click things and then get their... And then which relate to their day-to-day if they can see any value of using so that they can into this digital world. And then they will start understanding why young kids are towards this. I think this is a gap where there are more solutions, potentially, they can come. And this is an area, for example, as Kyrgyz students here, they can think about it because they know the cultural values. They know what the older generation has, what the younger generation is coming into. And then there is a clear gap. And then if you want to be a star of the technology, then just pick this gap and then find the solution. So these are the areas, yes, there is a lot of discussions going on this. And it's not a clear answer, you should do that or that. I think it's a journey where both generations need to learn. It's a very interesting question, but a little dangerous question, because there is no one-on-on-on-on-on-on-one. But, again, in the sense of the older generation, we don't need to let them be able to let them go. In your question, Сергей, you have already had a question. How can they be interested in? You can start with some big things, from which they will get the results every day. If you click on a couple of clicks, something that comes out. Yeah, cool. So with these things you can start to be able to teach or help to move on to new technologies. To be able to, so not to be able to immediately? Yeah, absolutely right. So, to be able to do it, and to be able to increase the level of the digital technologies. And in this case, in the sense of the young generation in Kyrgyzstan there is absolutely all the possibilities to be the right to the world. Потому что у наших студентов, у наших кыргызстанцев есть понятие именно цифровых технологий и, наверное, нашей местной культуры. Да, почему нам легче, нашим старшим поколениям легче сходить пешочком или позвонить по телефону, нежели написать через WhatsApp Web. То есть наши ребята, они понимают глубже и больше. Поэтому у них есть такая возможность создать какой-то продукт или прийти на этот рынок с такими решениями, и чтобы со временем это аналоговое мышление, его стало чуть меньше и больше цифрового. Спасибо. Это замечательная беседа. Давайте попробуем ее продолжить в ближайшем будущем, потому что, мне кажется, нам уже пора переходить к прикладному компоненту и чуть ли не видеоуроки здесь устраивать, потому как год цифровизации – это наша реальность, в которую мы пока, мягко говоря, не вписываемся. Но благо есть такая площадка, как вечер трудного дня, куда можно пригласить экспертов, задать все интересующие вопросы, получить ответы и, собственно, сформировать какую-то свою картину. Спасибо большое, что нашли время заглянуть к нам сегодня. Мы напомним, у нас сегодня в гостях были представители Университета Центральной Азии. Это Шаукат Алихан, руководитель информационной службы и Азат Росбаев, ассистент учебного отдела. Спасибо вам.